Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом дрожжевого теста. Делается оно очень просто, а результат вас порадует, потому что получается безумно нежное пуховое тесто. Вот такие булочки с корицей у меня из него получились. Ну а как я их делала, сейчас вам покажу. Ну что же, давайте будем начинать. Для теста нам понадобится 250 грамм молока, 150 грамм сахара, 6 грамм сухих, либо 25 грамм живых дрожжей, масло 50 грамм, 1 яйцо целое и плюс 1 белок, также 1 третье чайной ложки соли и 500 грамм муки. Для начала сделаем опару. В теплое молоко добавим 3 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки муки. Также добавим сразу соль и дрожжи. Перемешаем и оставим для того, чтобы наши дрожжи активировались. Приблизительно на это уходит от 10 до 15 минут. Накрою нашу опару пленкой и отправлю в теплое место, так наши дрожжи заработают еще быстрее. Вот так приблизительно должна выглядеть ваша опара через 15 минут. В тежу миксера выливаю свою опару, добавляю сахар, яйца и сливочное масло. Также добавляю 500 грамм просеянной муки. Ставлю на режим крюк, на первую скорость и буду замешивать тесто в течение 10 минут. Вы, конечно, если не нравится замешивать в миксере, можете замешивать руками. Тесто получается слегка жидковатым, но так и должно быть. Пожалуйста, не добавляйте еще муки. Лучше добавить эту муку в процессе, когда вы уже будете непосредственно работать с тестом. Теперь накрываем его пищевой пленкой и отправляем в теплое место для того, чтобы наше тесто хорошо подошло. Приблизительно на 1 час. Для начинки нам понадобится 1 чайная ложка корицы, 30 грамм сливочного масла и 50 грамм сахара. В сахар добавляем 1 чайную ложку корицы. Можно добавить и больше, тогда ваши булочки будут намного ароматнее. Но тут смотрите уже по своим вкусовым ощущениям. Спустя час тесто хорошо поднялось. Теперь присыпаю рабочую поверхность мукой и вымешиваю еще раз свое тесто. Оно будет слегка липнуть к рукам, но опять же не спешите добавлять еще больше муки. Лучше смажьте свои руки сливочным либо растительным маслом. Так прилипать тесто будет гораздо меньше. Теперь собираем наше тесто в шарик и делим его любым удобным способом на 12 частей. Я делаю это так. Делю свой шарик на 4 части, а потом каждую часть еще на 3. Такая в итоге получается у меня ромашка. Руки постоянно обмакиваю в муку, но можно опять же, как я уже говорила, смазать их сливочным маслом. Катаем шарики и сейчас будем формировать с вами наши булочки. Каждый шарик приминаем рукой и раскатываем в тонкий пласт. После чего смазываем сливочным маслом и посыпаем 1 чайной ложкой сахара, смешанного с корицей. Но если вы любите булочки послаще, то советую добавлять как минимум 2 чайные ложки. Защипываем края швом в центр и теперь подкатываем нашу булочку еще раз. Тоже достаточно делаем такой тонкий пласт и сворачиваем в рулетик. Также шов можно защипнуть, можно не защипывать. Тут уже смотрите на свое усмотрение. Вот такая в итоге у вас получается булочка. Таким способом формирую все свои булочки и укладываю их на противень. Накрываем наши булочки полотенцем и отправляем в теплое место приблизительно на 15-20 минут для расстойки. Желток смешиваем с 1 чайной ложкой воды и будем этой смесью смазывать наши булочки для того, чтобы у них была дополнительная красивая румяная корочка. Выпекаем их при температуре 180 градусов приблизительно 20 минут. Проверяем сухой шпажкой. Ну и конечно же после того, как наши булочки испеклись, смажу их дополнительно сливочным маслом. Так они станут еще более ароматнее и будут иметь нежную корочку. Вот такие в итоге получились у нас булочки. Посмотрите, какие они нежные, какие они воздушные. Я уверена, что данный рецепт вам обязательно понравится, поэтому приготовьте его. Ну и конечно же буду ждать ваших лайков, я буду ждать ваших комментариев. И как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!